Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал Экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование прекраснейшей из книг Ветхого Завета «Песни песней» и перед нами третья глава. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Что описывают эти стихи? Сон, явь или переживание героини сказать сложно. Так как ситуация присутствия юноши на любовном ложе до брака непредставима, а брак не описан и возлюбленный нигде не назван мужем, то считать стих отражением реальности проблематично. Равно как сложно представить себе реальным выход одинокой девушки в ночной город. Сном девушки считает, например, этот фрагмент Ибн Эзра. «Поиск на ложе» – метафора сексуального желания. «Искала и не нашла» повторяется здесь рефреном, подчеркивая невозможность его удовлетворить. Желание осознанно. Героиня поднялась бы на поиски и продолжила их, пока они не завершились бы успехом. Но соотнося текст с предыдущей главой становится ясно, что умом она понимает преждевременность такого развития событий, поэтому и держит это лишь в мечтах. Как метафора томления по-любимому он выглядит более убедительно. «В аллегорическом поле мы возвращаемся к регулярной идее о постоянной необходимости поиска человеком Бога. «Душой моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра», – говорит Исаия. Это тот возлюбленный, который только что заглядывал в окно, и вот он уже убегает. Тот, кто был введен в тайники сердца, в дом матери, и вот ложа уже остыла. Ряд толкователей в свете этой мысли указывают на композиционную особенность книги. Она не имеет четких начала и конца, дает как бы срез этих отношений, возможность прикоснуться к ним, не зная, как они начались и чем закончатся. Интересно, что Библия знает подобную историю не сна о яве, и параллель эту проводят святители Кирилл Александрийский и Амвросий Медиаланский. Женщины, не побоявшиеся встречи со стражниками на исходе ночи, отправившиеся не к ложу, но к одру учителя, и не нашедшие его там. Он сам найдет их, и мироносицы станут первыми благовестницами воскресения Христова. «Встретили меня стражи, обходящие город. Не видели ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Стражи, обходящие город, ночные стража, в обязанности которых входило в темное время суток наблюдать за порядком. Под стражами, встреча с которыми предваряет встречу с любимым, разные источники от Таргума до Раши и святителя Григория Двоеслова видят соратников любимого, то есть Бога, от пророков до отцов церкви. Встреча с ними предваряет встречу с желанным. Так они оказываются в одном образном ряду с пастухами, друзьями юноши, идя за статами которых, можно найти его самого. «Дом матери» — фраза, трижды встречающаяся в Библии и всегда в брачном контексте. Далее в тексте мы увидим описание свадьбы Соломона, и возникает большое искушение связать это обретение возлюбленного с дальнейшим описанием свадьбы, то есть введением в дом матери. Но такая параллель будет неверна. Почему, скажем чуть позже. О том, что все вышеописанное — мечты и грезы девушки, можно судить потому, что хотя здесь она, обретя любимого, завершает все браком, однако во всех последующих главах их статус окажется неизменным. Они все так же лишь влюбленные, то встречающиеся, то разделяющиеся друг с другом. «Заклянуя вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Вновь звучит возглас жениха, как и во второй главе с призывом не тревожить возлюбленную. Оба раза он располагается после момента особенно явного единства влюбленных, под стенью дома пира или же здесь, под крышей материнского дома. «Кто это, восходящий от пустыни, как бы стал бы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника?» Вступает женский хор, переносящий нас к описанию свадьбы могущественнейшего из царя Израиля. Третья книга царств рассказывает о браке Соломона с дочерью фараона. По всей видимости, этот союз долгое время был моногамным, и лишь впоследствии царь, пойдя вслед многих жен, ушел и вслед иных богов. Ни книги царств, ни Паралипоменон не говорят о появлении в Израиле, например, каких-либо специфически египетских культов. То есть данный союз был вполне чист с религиозной точки зрения. Хотя в раввинистических комментариях мы и встречаем мысль о том, что дочь фараона так и не примкнула к общине Израиля. Святитель Кирилл Александрийский видит здесь образ интимной, предельно личной связи души и Творца. Почему для ее изображения и используется образ брака? «Мирра», потому что наряду с Ладаном используется при погребении, говорит он, а Ладан, поскольку воскресающий вместе с ним, получает часть в его божестве. Нужно заметить, что образ пира и конкретнее брачного пира часто встречается в Писании при описании незаходящего дня вечности, то есть царство Божие в христианстве или Аламхаба в иудаизме. Этот образ приводит и Евангелие. Например, Иоанн крестительно называет себя другом жениха. Сам Иисус использует этот образ в притчах, приоткрывающих тайну царства. Например, в притче о званных на брачный пир или о десяти девах. Поэтому образ святителя Кирилла здесь вполне обоснован. Равно напрашивается в Олигарезе и образ, исходящий из пустыни общины Бога, о чем мы говорили в прошлых лекциях. От Израиля, ведомого столпом облачным, как бы столбы дыма, до церкви последних дней, бегущей в пустыню и исходящей оттуда с крылами. Вот одр его Соломона. Шестьдесят сильных вокруг него. Из сильных израилевых. Все они держат по мечу, опытный в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалища его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью к черями иерусалимскими. Одр Соломона в прямом смысле здесь описываются несколько ярких атрибутов царской власти, призванные показать, продемонстрировать царское превосходство над любым из смертных. В контексте соотнесения главных героев с царем и его невестой это выглядит вполне понятно. Для того, чтобы обращаться к некоему образному ряду, не лишним было бы его как-то обозначить. То есть вот это описание шикарных аксессуаров царского быта в общем-то не имеет прямого отношения к основной линии повествования, как, собственно, например, и описание прибытия царской невесты, дочери фараона. Вполне техничное описание ложа и паланкина становится, конечно, благодатной почвой для комментаторов, жаждущих видеть за каждой цифрой знак, за каждым бытовым предметом и действием аллегорию. В прямом смысле автор подчеркивает силу и власть Соломона, превзошедшего даже своего отца Давида. У сына Иесеева было 37 человек охраны, у сына Давидова почти вдвое больше. Продолжая аллегорическую линию, иудейские толкователи видят в этом описании брачного великолепия указание на брак Бога с Израилем, ложем для которого стал Иерусалимский храм. Тогда 60 сильных – это совокупность черед священников, левитов, а также число колен Израиля 24, 24 и 12. Ну и далее. В этой же парадигме мыслит и блаженный Феодорит Кирский, для которого, однако, ложем является не храм, к тому моменту уже давно разрушенный, а священное писание. К похожим выводам, кстати, придут после иудейской войны и ученые раввины, указавшие, что теперь не храм, место уникального присутствия Бога на земле, а его святые слова, Тора Израилева, место этого присутствия. Ответ христиан в этой логике простирается еще дальше. Не храм, а слово Божие, но не записанное, а живое и действенное, то есть сам Иисус, место присутствия и раскрытия Бога в мире. «Придите и посмотрите через Ионские, на царя Соломона в венце, которому увенчала его мать его в день брагосочетания его, в день радостный для сердца его». День радостный – сочетание Соломона, имя которого происходит от корня «мир», с дочерью чужого народа, дочерью фараона. То есть царь мира сочетается с иноплеменницей, дети которой ведь лишь через несколько поколений смогут стать полноправной частью народа израильского. Христианская экзегеза в этом месте однозначно – это венец терний, это венчание сына Давидова с человечеством на Голговской горе, венчание царя мира с дочерью чужих народов. К нему обращены взоры дочерей Сиона. Им он скажет «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших».